Уважаемые коллеги, фракция ЛДПР поддержит данную законодательную инициативу, потому что мы последовательно выступали за то, чтобы повысить минимальный размер оплаты труда до 20 тысяч рублей в месяц. Коллеги от КПРФ предлагают 25 тысяч рублей. Это вполне обоснованно. И если ко второму чтению фракция парламентского большинства внесет поправку и снизит эту цифру до 17 тысяч рублей, до 20, то это будет уже какое-то соломоновое решение, и вы действительно не будете выглядеть как популисты, в чем вы постоянно обвиняете тех людей, которые хотели бы, чтобы граждане Российской Федерации не влачили нищенское существование. Понимаете, там, где люди живут очень плохо, они сокращаются в численности. Там, где живут не очень плохо, они увеличиваются в численности. Поэтому, чтобы жители Российской Федерации не были чересчур требовательны к власти, у них должно быть постоянное чувство страха, голода, и голова должна забита быть не высокими материями, которые они должны предъявлять к власти, а о том, как бы завтра выжить, за какие деньги оплатить ребенку обучение в школе, детский сад, купить лекарства и так далее и тому подобное. Поэтому сегодня в Российской Федерации принимаются три вида законов. Первый закон, который лоббируют олигархические группировки. Как только вы увидите по телевизору какие-то новости, связанные с мусорными свалками, и у вас возникнет мысль, что в стране начнут заниматься мусорной реформой, нет, друзья мои, будет принять закон о том, что некая компания будет зарабатывать еще больше, и просто в стране будут пересмотрены тарифы, и граждане нашей страны будут платить еще больше. Вторые законы, это законы, которые принимаются для того, чтобы закручивать гайки, чтобы народ поаккуратнее себя вел в интернете, на дорогах, при общении с чиновниками. Поэтому, друзья мои, третий вид законов, которые в нашей стране принимаются, это те виды законов, которые ждут от нас граждане, которые направляют своих представителей в Государственную Думу и наивно рассчитывают, что их народные избранники будут о них заботиться. Так вот, третья категория законов, это о которой мы сегодня говорим, они никогда не проходят в Государственной Думе. Кто-то назвал этот законопроект революционным, друзья мои, революционным можно назвать законопроект о пенсионной реформе, согласно которой наших людей просто-напросто кинули. Ну и еще, друзья мои, когда мы говорим о том, что в Российской Федерации должна развиваться нация, люди должны получать больше образования, повышать наш уровень жизни, благосостояния, этого не произойдет в бедной стране. И я скажу, почему никогда в России нынешняя власть не позволит повышать уровень благосостояния граждан. Почему вы не проголосуете за повышение минимального размера облаты труда. Объясню, будет конечно сейчас обидно, тупыми, голодными и больными управлять легче. Люди, которые могут себе позволить хорошее образование, люди, которые могут себе позволить качественную еду, люди, которые могут себе позволить расширить кругозор, выезжать на курорты, туристические поездки, они становятся чересчур требовательными к власти. А когда у человека исключительно потребность заплатить за коммуналку, чтобы не отобрали квартиру, заплатить штрафы, чтобы разрешили выезжать куда-нибудь из страны, чтобы тебя не мучили коллекторы, у человека, у которого потребность одна, найти деньги, заплатить репетитору, чтобы ребеночек сдал ЕГЭ, потому что если ты не наймешь репетитора, ребенок ЕГЭ не сдаст и никуда не поступит, то у него никаких требований к власти не будет. Поэтому о каких мы повышениях минимальных размеров облаты труда говорим? На содержание караульной собаки 4,5 тысячи в месяц, детские пособия 50 рублей. Да здравствует Россия!